Есть огромное количество замечательных книг о природе для маленьких читателей. Их авторы – люди, по-настоящему и глубоко любящие каждый листочек и каждую травинку, каждый рассвет и закат, каждое живое существо в лесу, поле, реке, то есть любящие этот большой и прекрасный мир. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает обзор книг в гармонии с природой. Эти книги помогут объяснить сложное простым языком, узнать удивительные вещи и вместе восхищаться тем, как невероятно все устроено на земле. Природа доставляет нам много радости. Мы с удовольствием слушаем пение птиц, журчание ручейка, таинственный щепот леса, с каким наслаждением любуемся мы раздольем полей, зеркальной гладью водоемов. Все это нам щедро дарит наша планета, а взамен просит только одного – бережного, доброго отношения. Любовь к природе появилась у Виталия Бианки еще в детстве. Ведь родился он в семье ученого-орнитолога Валентина Львовича Бианки. Настоящий музей был в квартире, где жила семья Бианки. Многочисленные клетки с птицами от пола до потолка, аквариум с рыбами, террариум с черепахами, ящерицами и змеями. Книга Виталия Бианки «Лесная газета» – своего рода энциклопедия о жизни, природе и ее тайнах. Это интересные заметки, очерки с места событий, занимательные викторины и задания. Лесная газета расскажет детям о том, как звери в лесу к зиме готовятся, как весну встречают и чем занимаются каждый месяц на протяжении всего года. Опять придет весна, и лес проснется, вылезет из берлоги медведь, вода затопит подвальных жильцов, прилетят птицы, снова начнутся игры и пляски у птиц, родятся детеныши у зверей, и в лесной газете читатель найдет все свежие лесные новости. Казалось бы, что интересного может происходить в лесу? Как набрать тут материал для газеты, а тем более книги? Но если вы возьмете в руки книгу Виталия Бианки, то перед вами раскроется удивительный и прекрасный мир природы, где главным героем может стать и самая мелкая букашечка, и огромный медведь. Лесная газета – самоучитель любви к родной земле, родному лесу. Природа прекрасна. Она гораздо более многогранна, чем мы можем себе представить. Еще более убедиться в этом нам поможет книга Георгия Скребицкого «Длиннохвостые разбойники». «Длиннохвостые разбойники» – это сборник рассказов и сказок о животных. Эти истории просты и бесконечно удивительны. Их по-настоящему интересно читать. Быть может, потому, что они не выдуманные, а настоящие, жизненные. Видно, что автор очень хорошо знаком с жизнью природы. Ряд восхитительных историй о собаке Джеке, о наседке Тетерке, о скворце проказники Черчирыча и множество других никого не оставят равнодушным. Книга учит любить природу, восхищаться ей, а также позволяет проникнуться особой тайной. Тайной, которая целиком и полностью окутывает жизнь растений и животных, а вместе с ними и человека. Скребицкий в своих рассказах о животных умеет создать интригу. Остался прирученный барсучонок в лесу на ночевку, увидит ли его снова хозяин. Как выживет тихий грач, не сумевший зимой улететь в теплые края среди разбойниц ворон. И что же случится с ежиком Пушком, которого мальчик повез зимой кататься на санках. И вот еще вопрос. Какая она? Кукушка, упорно целыми днями повторяющая свою незатейливую песню. Ведь и правда кукушку слышал всякий, а вот видели ее не все. Также и другие книги Скребицкого. «Веселые ручьи», «Друзья моего детства», «Листопадник», «Лесной голосок», «Лесной прадедушка», «Его повести о детстве и юности», «От первых про Таллин до первой грозы», «У птенцов подрастают крылья», заслужили большую любовь читателей. Георгий Алексеевич писал, обращаясь к своим читателям. «Родная земля, родная природа, сколько радости, сколько счастья подарила она мне за мою долгую жизнь. И я от всей души хочу, чтобы эти радости, это счастье выпали на вашу долю. И эта радость не оставляет нас, когда мы идем от рассказа к рассказу Георгия Скребицкого, путешествуя вместе с автором по просторам Родины». Особого внимания заслуживают произведения, написанные певцом русской природы Прешвиным Михаилом Михайловичем. «Кладовое солнце», «Лисичкин хлеб», «Краю деда Мазая», «Лесная копель», «Зеленый шум» и многие другие вошли в Золотой фонд русской литературы и были переведены на иностранные языки. Они отличаются в достоверности описания природы, любовью к животным, поэтичностью и глубокой содержательностью. Герои его рассказов и сказок – птицы, ежи, лоси, барсуки и зайцы, одним словом, обычные обитатели лесов и полей средней полосы России. Многолетний опыт наблюдений позволял писателю подмечать самые любопытные и интересные в повадках животных. В очень многом они похожи на людей, также радуются, страдают, защищают детенышей. Сказка «Быль. Кладовое солнце» по праву считается одним из лучших его творений. Ведь в этом произведении мы смотрим на мир глазами двух детей – брата и сестры Митраши и Насти. После смерти родителей на их хрупкие плечи взвалился тяжелый груз, потому как всем хозяйствам им пришлось управлять самим. Как-то дети отправились в лес за клюквой, взяв с собой необходимые вещи. Так они дошли до блудового болота, о котором ходили легенды, и здесь брату и сестре пришлось расстаться, потому как довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Настя и Митраши оказались один на один с природой. Им предстояло пройти множество испытаний, о которых вы сможете узнать из кладовой солнца. Простой рассказ наполнен волшебными эпизодами. Спорят и борются между собой деревья, болтают непоседливые сороки, тоскуют по ушедшему хозяину собакой, где-то рыщет страшный волк, неуловимый серый помещик. Но, конечно, как и положено в сказках, добро непременно победит. В эту удивительную книгу мы входим точно в просыпающийся весенний лес и с каждой страницей уходим все дальше по едва заметной тропке. Конечно, книги не заменят прогулок и наблюдений за природой, но, читая книги, мы можем показать ребенку всю красоту природы, лучше понять ее, стать ее частичкой. Книга «На теплой земле» известного писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова рассказывает о русской природе, о деревьях, травах, цветах, о птицах и животных, обитателях наших лесов. В своих рассказах писатель пристально вглядывается в окружающую его жизнь, удивляется тому, что неожиданно открывается его взору. Он дает читателям совет. В лесу надо ходить тихо и осторожно, прислушиваясь к каждому звуку, и тогда перед вами откроется много лесных тайн. Он, как добрый волшебник, может самое обычное и непримечательное сделать красивым и интересным. Читая рассказы о природе, так и хочется запомнить красивое авторское слово. У него упавшая с ветки березы прозрачная капля издает хрустальный звон, а простой паучок превращается в живой драгоценный камешек. Душистые цветы ландыша в крошечные фарфоровые колокольчики. Радостный шум на весеннем лесу. Звенят под деревьями резвые ручейки, курлыкают на болоте журавли, поет на таковище глухари, заливаются на деревьях певчие дрозды. Соколов-Микитов был хороший охотник, знаток всех видов русской охоты, но главной его добычей после каждой охотничьей вылазки были написаны им книги. Абсолютно правдивые, дышащие теплом любви к родной земле, сочувствием к нашим меньшим братьям. От его лесных былий так и веет хвойным и березовым духом. Как живые, слышатся в них голоса птиц и зверей. Манит к себе заповедная даль. Рассказы, помещенные в книге на теплой земле, позволяют нам полнее и ярче ощутить многообразие жизни, увидеть красоту леса, разгадать его тайны, лучше понять прелесть родной природы, стать ее другом. Николай Иванович Сладков тоже не сидел на месте, много путешествовал, побывал в пустыне Каракумы, на Белом море, в Индии и Африке. С фоторужьем он бродил по лесам, поднимался высоко в горы, плавал с маской в озерах, восхищаясь подводным миром. Отовсюду он привозил записные книжки, которые стали источником сюжетов его рассказов. «Что значат для меня старые записи?» «Это возможность до сих пор путешествовать по горам и пустыням, степям и лесам, заново пройти по старым тропам с умудренной годами головой», писал Николай Сладков. Многочисленные фотографии, сделанные во время путешествий, он использовал в своих книгах. В 1953 году вышла его первая книга, она называлась «Серебряный хвост». Потом были другие «Безымянной тропой», «Десять стрельных гильз», «Тресогузкины письма», «Леса счастливой охоты», «Иду я по лесу», «Планета чудес», «Под шапкой-невидимкой» и другие. Лес, как мы узнаем из книги Николая Сладкова «Лесные тайнички», только с первого взгляда кажется тихим, свободным от шумов, криков, шорохов. На самом деле жизнь в лесу активная, полна разных перемещений, перестановок, сигналов, но, чтобы заметить эту активность, надо приложить усилия. Если хочешь увидеть тайную жизнь леса, затаись, хочешь услышать – не шуми, хочешь понять – замри. В лесу своя жизнь, она не напоказ, а тот, кто пришел – всего лишь гость. Рассказы Николая Ивановича из циклов «В лесах, в горах, под водой» познакомят ребят с удивительным мерам природы и привьет им бережное и внимательное отношение ко всему живому. Всего Николай Сладков написал более 60 книг. В них он говорил о том, как прекрасна и неповторима жизнь природы, о загадках, которые она загадывает нам, о бесконечном разнообразии окружающего нас мира. Но не всю красоту природы можно увидеть живую. Важно научить ребят видеть и понимать красоту творчества писателей, уделявших особое внимание картинам природы. И чем раньше рассказы про природу войдут в круг чтения ребенка, тем легче будет привить любовь детей к окружающему миру. Замечательные рассказы русских писателей о природе помогут детям развить воображение, научиться видеть прекрасное в самых простых пейзажных зарисовках. Маленьким читателям можно предложить творчество и других писателей.